Игры настоящих патриотов. Сегодня в Батринском районе открылись финальные соревнования Зорницы и Орленка. Торжественный марш с огромным триколором и флагом Чувашии, показательные выступления юных барабанщиц и парад юно-армейских отрядов. На финальный этап игр Зорницы и Орленок приехали более 70 команд со всех районов республики. В этот раз соревнование было решено провести в Батринском районе. Палаточный лагерь вырос в нескольких километрах от центра муниципалитета на так называемые Солнечные Поляне. В эти дни она полностью оправдывает свое название. Хотя по прогнозам в этих местах не исключены и проливные дожди, но к таким испытаниям готовы все. А еще им предстоит преодолеть полосу препятствий, экзамен по строевой подготовке, туризму, плаванию и даже ведению рукопашного боя. Ждут их и множество теоретических конкурсов и различных тестов. К этим испытаниям они готовились долго. Причем во главе некоторых команд стоят девушки, которые ничем не усыпают парням. Я как девушка могу сказать, что иногда девушки даже оказываются устойчивее и стрессоустойчивее, чем мальчики. Совершенство нет предела и я думаю, что нужно тренироваться больше и больше заниматься. Но мы постараемся делать все возможное, чтобы достойно защитить наш город. На финальный этап игр приезжают лучшие из лучших, те, кто одержал победу на районных смотрах. В этом году в них приняли участие более 30 тысяч юношей и девушек. Интерес к этим соревнованиям растет с каждым годом. Вообще Чувашия один из немногих регионов, где традиция проведения данных игр не прерывала в течение вот уже 46 лет. Глава республики отметил, что это неплохой показатель. И он говорит о том, что в Чувашии растут настоящие патриоты и любящие свою родину. Итоги финальных игр подведут уже 29 июня. Но побеждают, как всегда, самые лучшие, самые сильные, самые подготовленные, которые имеют уже командный дух, которые понимают не на словах, а по действиям и по глазам, что нужно делать, как нужно соревноваться.